Шалом! Меня зовут доктор Рей Геннон. Я сегодня обращаюсь к вам из Теологического института в Хайфе, Израиль. Для меня честь учить на этой неделе о Святом Духе здесь, в Хайфском теологическом институте. Я хочу использовать это время для того, чтобы поделиться с вами тем, насколько важно нам изучать доктрину о Духе Святом, о том, как действуют его дары, как служить Господу, пребывая в его Духе. Когда мы смотрим на Роаха Кодыш, Святой Дух, мы должны оценить значимость его места в Писании. Когда речь идет о Божьих делах, Он являет Себя сквозь весь тонах. В Еврейскую Библию мы видим Дух Святой от самого начала, когда Он движется над бездной. Мы видим Дух Святой во свидетельство сынам Израиля, выходящим из Египта и входящим в землю обетованную, и формирующим народ, и Бог изливает Дух на различных людей, даруя им искусность и мудрость для того, чтобы создавать одежды первосвященникам, участвовать в конструировании скиний. Мы видим действия Духа Божьего на судьях, когда они приходили для освобождения Израиля во времена угнетения. Мы видим движение Духа Святого и во время установления монархии, и оба, как Давид, так и Саул, были преисполнены присутствием Духа Святого и его помазанием на их жизнях. Мы видим также, как это продолжается в служении пророков, когда Дух Божий сходит на них, и они возвещают Слово Господне Дому Израиля, принося пророческое помазание Духа Господня. И когда мы смотрим на служение самого Иешуа, возвещение грядущего Царства Божьего, даже в явлении Иоанна Крестителя, исполнении его матери Елизаветы Духом Святым, то, как его отец Захария пророчески провозглашает, и Дух Святой является Девей Марии, и она зачела того, кто перестроит весь мир, который мы знаем. И Дух Святой сходит на самого Иисуса во время миквы, водного погружения, и Дух ведет его в пустыню, и затем приводит обратно в Назарет, где Он встает за кафедру и цитирует 61 главу книги Исаии, «Дух Господень на мне», провозглашая Израилю, что Он на самом деле еврейский машиах. И далее, в его трехлетнем служении по всему Израилю, на нем действует помазание Божье, поразительное. И перемещаясь из этого места в книгу «Деяния апостолов», мы видим в первых двух главах, Дух Святой теперь сходит на еврейских верующих, и они становятся исполненными Духа Святого, и становятся мессианами или верными последователями машиаха, делятся дальше этим помазанием и служением примирения, и на протяжении всей книги «Деяний» они служат в силе Духа, и видим столько чудес, столько измененных жизней. В мире началась революция, духовная трансформация через это служение. Мне трудно представить, как некоторые люди каким-то образом упускают это, читая Библию, и не осознают до конца ту значимость и важность работы вместе с Духом Божьим. Большинство верующих, будь то баптисты, пятидесятники, мессианские евреи и другие конфессии, признают служение Духа Святого в деле их спасения и более широкой работе духовых жизней, работе по трансформации их в образ, подобный Ишо, и все это замечательно и хорошо, достойно всяческой похвалы. Но исполнение Духом Святым даровано на самом деле для ободрения людей в деле провозглашения пророческого слова Господа, для дерзновенного свидетельства великому множеству людей идти и делиться с другими тем, что приняли сами при действии Духа Святого, подтверждая свидетельства чудесами и знамениями, демонстрируя реальность и справедливость сказанного. Он на самом деле подтверждал их свидетельства, отделяя истину, данную Богом. Это происходит на протяжении всей книги Деяния Апостолов и, конечно, продолжается в разных аспектах на протяжении многих столетий потом. Но при этом нам следует помнить, что Дух Господний не изменен. Он, как и Ишо, вчера, сегодня и вовеки тот же. И главная задача Его помазания, Его сошествия на нас, пребывания на нас, это дать нам дерзновение для пророческого свидетельства. И когда мы наполнены Духом Святым, когда мы решаем сотрудничать с Духом, когда мы хотим быть ведомыми Духом Господа, тогда у Него появляется возможность совершать великие подвиги через нас. Он заботится о том, чтобы мы становились дерзновенными свидетелями Ишо. Он хочет, чтобы мы проповедовали Иисуса повсюду, как евреям, так и язычникам, давая всем возможность услышать Слово. Он хочет, чтобы мы были дерзновенны в нашем свидетельстве. Но реальность сегодня такова, что большая часть верующих по всему миру недооценивают полностью любое учение о Святом Духе. Они, возможно, принимают, как я говорил, то, что касается действия Духа Святого для спасения или Его действия внутри нас в процессе преодоления жизненных трудностей, но при этом они каким-то образом не воспринимают или не заботятся о сотрудничестве с живым, дышащим Духом Божьим, который хочет творить великую работу в мире сегодня через их жизни. На самом деле, Дух Божий дарует свои дары всякому верующему в его сердце. У каждого верующего внутри есть дары Духа Святого, которыми Он хочет благословить, помазать для воздействия на окружающих людей. Но если мы игнорируем или не принимаем библейских писаний о том, как действовал Дух Святой и какие дела совершал, или мы не имеем представления о том, как Он намерен продолжать действовать, как жаждет помазать и благословить для того, чтобы тысячи людей привести в Царство Божье, тогда мы будем просто заниматься пустой деятельностью, общинной рутиной, погрязать в скуки, и у нас будут сильные традиции, сильная система религиозной веры, но самой силы веры не будет. Но у нас не будет настоящей силы, силы Духа Святого, пребывающего на нас, помазывающего для эффективного служения. И вот я сегодня здесь для того, чтобы объяснить вам, зачем нам нужно служить в силе Духа Святого. Зачем нам нужно изучать о Духе Святом? Почему нам нужно быть уверенными в том, что Он будет творить великие и сильные дела в нас? Так что нам нужна здравая библейская точка зрения о Руаха Кодыш, потому что пытаться сделать подвиги для Царства Божьего, игнорируя Дух Святой, это все равно, как пытаться проплыть 100-метровку в Олимпийском стадионе, не имея конечностей, без рук и ног, при этом как-то пытаясь соревноваться в этом Олимпийском стадионе, даже не имея возможности просто двигаться. Это Дух Божий, и Его помазание, пребывающее на нас, дает нам возможность двигаться вперед и совершать великие дела Божьи. Помните, это не вопрос только образования, не вопрос только благочестия или систематической молитвы, случайных свидетельств или просто хорошей жизни. Но если мы на самом деле хотим творить подвиги для Бога, хотим, чтобы Он больше действовал через нас, касаясь жизни окружающих нас людей, нам следует помнить слова Захарии, пророка, который сказал, «Не воинством, не силою, но Духом Моим говорит Господь». И именно благодаря Его помазанию, пребывающему на нас, мы сможем увидеть великие вещи, свершающиеся, и великие свидетельства в грядущем. И это особенно важно для тех, кто участвует в благовестии еврейскому народу. Если вы пытаетесь достичь евреев, собираетесь в еврейскую общину, без этого сильного помазания Духа Господнего, скорее всего, вы не сможете достичь больших результатов, потому как свидетельство Духа Святого, это подтверждающее служение Духа Святого, которое будет сопровождать ваше свидетельство, оно будет действовать. Иначе это будет лишь спором с еврейским народом. Помните, что сказал апостол, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Эта апостольская модель вполне характеризует хорошо и нашу жизнь сегодня. Это работает так. Вы можете выйти к людям с желанием их переспорить силы аргументов, в результате чего, скорее всего, лишь потеряете свои аргументы. Но если мы пойдем с помазанием Божьим, пребывающим на нас, которое подготавливает нас, снабжает всем необходимым, и затем подтверждает истинность нашего служения знамениями и чудесами, вот тогда мы увидим великие свершения Духа Святого. Помню, как много лет назад в Лос-Анджелесе моя жена и я, мы служили на полное время в еврейском служении 46 лет, а начали мы в 22 в Лос-Анджелесе, Калифорния. Нам обоим было по 22 тогда. Я помню, мы жили в жилищном комплексе для пожилых граждан, и время от времени встречали людей, которых я чувствовал. Мы должны пригласить в гости в свою квартиру с тем, чтобы учить их Слову Божьему, дать им возможность услышать Слово Господа. Так эти группы пожилых людей стали собираться у нас в квартире. 10, 15, иногда 18 пожилых евреев. И я со своим языческим и пятидесятническим прошлым опытом И вот я вставал, открывал книгу Исаии и принимался учить эту паству. А они говорили, «Да сколько тебе лет? Ты еще молот и ничего не знаешь. Что это еще за язычник, который собрался нам тут рассказывать о Боге? Да что он знает?» Но происходило следующее. Мы продолжали упорно изучать Слово Божие неделю за неделей, и эти люди продолжали приходить каждый раз, и вскоре у нас уже выстроилась очередь желающих молиться об исцелении. И даже те люди, что были атеистами, те, которые не верили в Бога из-за Холокоста, и те, что верили в существование Всевышнего, но считали, что из-за всех бед служить Ему и почитать Его смысла нет, порой это обида и гнев господствуют в сердцах еврейского народа и толкают их в неверие. Так вот, даже такие люди, как ни поразительно, хотели помолиться. И в то время, как мы возлагали руки на больных и страждущих и молились, Господь посетил нас, и люди один за другим стали ощущать прикосновение Духа Божьего и принимать исцеление. Внезапно они начали осознавать справедливость, свидетельство, которое мы им принесли об Иешуа, что он и есть еврейский Машех, царь Израиля, тот, кто уготован для прощения грехов и не только для отдельных евреев, а для всего еврейского народа, для Израиля. Они осознали реальность этого, и многие приняли Иешуа как Господа и Спасителя своей жизни. Я помню, как мы проводили библейские уроки в Беверли-Хиллз. Это были уже новые занятия, и тот вечер был только третьей нашей встречи. Мне хотелось воодушевить людей на хвалу и поклонение Господу. Около 12 людей там были верующими евреями, и трое неверующих было там. И мы встали в молитвенный круг, подняли руки, и я ободрил их говорить слова поклонения и прославления Богу. И вскоре они начали поклоняться, и затем Дух Божий пришел и наполнил их, и они стали прославлять Бога в Духе, и принялись делать это на языках, которые никогда не учили. И движение Божье было настолько сильным, я будто бы оказался в моменте описанном во второй главе «Деяния апостолов», находясь тут среди евреев, встречаясь с Духом Божиим. И тут я вспомнил про то, что в этом молитвенном кругу было три неспасенных еврея. Убежали ли они куда подальше от нашего дома, столкнувшись с таким духовным опытом? Какова была их реакция? Я открыл глаза и посмотрел на лица этих троих неверующих людей. Они не только по-прежнему были в нашем кругу, по их лицам катились слезы. Ведь они понимали, интуитивно знали, что тот, который посетил их сегодня, в это время был Дух Божий. Тот самый Роха-Кодыш, который общался с Моисеем на горе Синай, которого они знали, как суверенного Творца Вселенной, был на этом месте, и у них была возможность только что встретиться с живым Богом. Так что все их обычные аргументы, все причины неверия в Ишо, все пережитые ранее страдания, все еврейские предания, которые проходили через них на протяжении веков, все это каким-то образом рассеялось, потому что они столкнулись с жаром пламени Божьего, были ошеломлены, просто расплавлены в Его присутствии, и они стали верными последователями Ишоа. Вот какой тип еврейского служения требуется. Вот что может изменить еврейский мир по большому счету. Также нужны свидетельства исцелений, и я могу дать десятки и десятки новых свидетельств Божьего вмешательства и исцеления, когда Бог приходил и исцелял еврейский народ, и это было свидетельством также для неспасенных евреев, которые в виде исцеления приходили с открытыми сердцами услышать Слово от Господа и встречались с Духом живого Бога. И когда мы говорим Слово Божье, на нас должно быть помазание Духа Святого, должно быть пророческое помазание на нас, тогда слова, которые мы провозглашаем, будут в силе Духа, и слова, которые Он нам дает, будут изливаться рекой и находить свое пристанище в сердцах и в разуме еврейского народа, к которым мы хотим принести благую весть. И я хочу вам сказать, что задача привести весь Израиль к вере в Ишо намного больше, нежели всякие попытки представления еврейскому народу традиционных аргументов или попытки быть просто хорошим человеком или вовлеченность в гуманитарную деятельность. Поймите, все это замечательно и хорошо, но нам на самом деле необходимо изучать о Духе Святом, о его делах, его творчестве, с динамичностью Духа Святого, посредством изучения Слова Божьего, того, что Библия говорит о Руаха Кодеш, а далее нам необходимо изучать, как сотрудничать совместно с Духом Святым, как правильно практиковать дары Святого Духа, те, что находятся в верующих и в общинах, как они могут быть зажжены, использованы Духом Божьим для наибольшей эффективности воздействия. Нам нужно узнать, что Библия говорит о лидерстве и как оно может помочь нам правильно использовать духовные дары, так, чтобы это не было безумием, чтобы люди по ошибке не разбежались, но чтобы все было правильно, направлено в ученичестве, благопристойности и порядке. И для этого есть способ, есть дар развлечения духов, дабы быть уверенными, что они от Бога. Все это мы должны изучить, научаясь о Духе Святом и будучи открытыми для Духа Божьего, чтобы Он использовал нас. «О Господь, о Дух Божий, возьми меня, используй меня, я хочу быть инструментом в Твоих руках, чтобы прикоснуться к жизням окружающих людей». Помните, задача, которую Он ставит перед нами, не состоит в том, чтобы достичь все уже прошедшие поколения евреев, тех прошлых поколений народа, которые умерли, не зная Ишуа, уже нет. И не наша задача сегодня достичь будущего поколения Израиля. Нас уже не будет, тогда будут другие поколения верующих, которые смогут принести им благою весть. Наша ответственность пред Богом, пред учением апостолов, достичь ныне живущее поколение Израиля. Наша ответственность достичь 16 миллионов евреев, живущих в нашем мире сегодня. Но это не совершится, если мы будем продолжать использовать собственные законнические принципы по отношению к духовным истинам Царства Божьего. Мы должны изучать, что Библия говорит о Слове Божьем. Нам нужно собраться как верующим и решить, что нам нужно помазание, взыскать это помазание Святого Духа и силу Духа, и затем нам нужно трудиться во славу Господа в силе Духа. Помните, вводимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Так что я вдохновляю вас брать онлайн курс в Хайфском теологическом институте или использовать иную возможность, если она появится, чтобы изучать дары и служение Святого Духа, потому что это единственный способ достичь благовестия еврейского народа и повлиять невероятным образом на И вы помните, что билось в ритм сердца Павла «Коль Исраиль ваша, весь Израиль спасется, он ожидал, что это произойдет уже в его поколении, но, по крайней мере, мы с вами должны работать вместе с Духом Святым над тем видением, чтобы достичь этого ограниченного количества, 16 миллионов евреев, и увидеть, как весь Израиль спасется в нашем поколении. Бог да благословит вас. Для меня было честью обращаться к вам сегодня. Спасибо за ваше внимание. Субтитры сделал DimaTorzok